здравствуйте дорогие наши читатели новогодние праздники это всегда радость и веселье особенно рождество это целая культура которая объединяет людей согревая своей особенной теплотой сегодня я предлагаю вам окунуться в прошлое и прослушать святочный рассказ который называется рождественский праздник далекий рождественский сочельник морозный день из окон видно как белый пушистый снег покрыл улице крыши домов и деревья ранние сумерки небо синеет мы с лидой стоим у окна и смотрим в небо мы не обедали как обычно в три часа а будем ужинать со звездою то есть когда стемнеет и на небе загорятся первые звездочки у нас будет кутья из рису кутья из орехов пшеница с медом и разные постные кушанья из рыбы кроме того на столе поставят в банках пучки колосьев пшеницы и овса все это казалось нам детям важным и знаменательным нашей квартире было чисто прибрано всюду горели лампады настроение было благоговейное и целый день поста и это кутья раз в году все говорила о наступлении великого праздника папа наш был малорос и многие обряды совершались в угоду ему где-то далеко в маленьком хуторе полтавской губернии жила его мать с сестрой и братом там они справляли свою украинскую вечерю и кутью папа нам это рассказывал и очень любил этот обычай но в сером домике бабушки и дедушки тоже в рождественский сочельник всегда справлялась кутья как у них так и у нас непременно бывал в этот вечер приглашен какой-нибудь одинокий гость или гости дедушкин сослуживец или папин товарищ которому негде было встретить праздник справив кутью мы отправлялись ко всенощной но мы с сестрой волгений ждем чего-то необычайного радостного да и как не волноваться ведь наступило рождество может быть будет елка это праздник невинного чистого детства а тут еще и появляется на зеленая стройная елочка с которой сохранилось столько легенды воспоминаний привез тебе милая любимая елочка ты несешь нам среди зимы смолистый запах лесов радуешь детские взоры у нас семье было бючей большим праздником делать друг другу подарки сюрпризы неожиданно порадовать повеселить все потихоньку готовили свои рукоделия мы учили стихи под новый год под салфетки каждому клали приготовленные подарки нас детей это очень занимало и радовало подарки бывали простые дешевые но вызывали большой восторг елку показывали неожиданно сюрпризом и родители и няня и тетушки готовили ее когда мы ложились спать за два или за три дня до рождества мама печально говорила бедные девочки нынче им елки не будет денег у нас с папой нет да и елки дороги в будущем году мы вам сделаем большую хорошую елку а нынче уж проживем как-нибудь без елки против таких слов ничего нельзя было возразить но в огорченной детской душе все-таки таилась и обида и смутная надежда в первый день рождества столько счастливых детских голов поднимается от сна с радостной грязой которой мерещится хвойное деревце сколько наивных ожиданий наполняет детское воображение и как весело заманчиво мечтать о золотой рождественской звезде о какой-нибудь кукле барабане ярких огоньках на ветвях любимого деревца у всех детей столько мечтаний желаний столько надежд связано с праздником рождества лида лида понюхай ведь елкой пахнет говорю я просыпаюсь в рождественское утро в самом веселом расположении духа румяное полное лицо сестры отрывается от подушки она уморительно морщит свой маленький носик да пахнет правда как будто бы пахнет а как же говорили что елки не будет в этом году может и будет в прошлом году тоже сказали не будет а потом все было вспоминает сестра не они уже тут как тут нянечка отчего елкой пахнет серьезно спрашиваю я откуда ей пахнуть когда ее и помине то нет вставайте барышни сударишни сейчас христославы придут это дедушкины мальчишки да наверное со звездою дедушка им красивую склеил христославы приходили в первый день несколько раз у нас никому не отказывали всех отделяли копейками и но особенно сделал ждали дедушкиных мальчишек мы бы узнали их из тысячи они появлялись такой прекрасной замысловатой звездой какой ни у кого не было видео делал сам наш художник дедушка даже нянечка это как-то особенно ласково и приветливо говорила ну наконец-то и дедушкины ребята идут мы забирали от волнения ребята застенчиво входят в комнату а впереди них двигается прекрасная золотая звезда она на высоком древке кругом золотое сияние дрожит и переливается а в середине изображение рождества христова видишь ли да там христос родился указывая сестре на звезду вижу это дедушка нарисовал знаю нам казалось что дедушкины мальчишки пели как-то особенно громко и стройно знакомые приветливые лица босоногой команды улыбались нам сестрой а мы конфузились и прятались за няню за маму дедушкиных мальчишек отделяли конечно щедрее чем других и даже поели горячим с беднем так и они бывали рады и долго вспоминали об этом в первый день рождества несколько омрачалась наше радостное настроение мы не знали будет у нас елка или нет мама говорит что не будет а почему она смеется взволнованно говорю я сестре отвернулась и засмеялась она всегда смеется а почему дверь в их комнату закрыта а елкой пахнет мама сказала что там был угар и комнату проветривают рассказ про угар похож был на правду и начинаешь ему верить все таки волнение не покидает нас и мы таинственно советует советуемся может подглядеть в щелочку нет нянечка говорила что нехорошо подглядывать на искушение бывало так велико что мы украдкой подглядывали щелочку и видели что-то прекрасное сверкающее зеленое похожее на елку бывало в своем уголке мы уже переиграем христославов устроим из какого-нибудь цветка куклам елку но когда придут бабушка и дедушка с тетями и принесут в руках пакеты то надежда снова наполнит наши сердца вскоре тетя манюша займет нас рассказом заслушаешься и забудешь на время объемки вдруг мама запоет что-нибудь веселое и нас торжественно ведут закрытую комнату дверь распахнулась и там сияет огнями елка не знаю хорош ли был старинный прием внезапно радовать детей елкой восторг был так силен что дух захватывало от радости стоишь долго рот разиняя и слова не можешь сказать глаза сверкают щеки разгорятся и не знаешь на что смотреть а мама с папой схватят за руки и начнут кружиться вокруг елки с песнями елка наша бывала скромная маленькая но убранная так красиво с любовью под елкой лежат подарки каждый чем-нибудь порадует другого тетеньки вышли нам передники бабушка шила по мячику из тряпок папа с дедушкой сделали скамейки мама нарисовала картинки няня и дело наших кукол мы тоже всем сделали подарки кому стихи кому закладку кому связали какие-то на рукавнички все было сделано по силам и с помощью няни веселые взрослые особо на мама и тетеньки с нами пели плясали вокруг елки весело было всем но кроме елки на празднике нас ребят христославов который в кабинете у дедушки набиралась человек двенадцать пятнадцать всегда ожидал еще какой-нибудь сюрприз который нас радовал и увлекал не менее елки наш затейник дедушка делал удивительные вещи ведь он был мастер на все руки что-то покажет нам дедушка что придумал он сейчас волновались мы с лидой нас и другие гости отправляли в кухню а в кабинете слышался шепот нетерпеливых голосов дедушка шел в залу и сначала звонил там какие-то звонки затем свистюльку кричал петухом после садился за свое портепиано и сам играл старинный марш он только его и знал под этот марш мы выходили из кухни а мальчишки из кабинета их обыкновенно выводила мама или наш отец мы все под дедушкин марш обходили елку и садились на приготовленные скамейки сразу же начиналось представление каждый год оно бывало различное однажды дедушка устроил кукольный театр и все его бумажные актеры говорили на разные голоса кланялись пели танцевали как настоящие другой раз он показывал фокусы при этом у него на голове была надета остроконечная шапка и черная мантия с золотыми звездами наивные зрители были поражены как это у дедушки изо рта выходит целый десяток яблок из носа падают монеты исчезает в руках платок мы все считали его великим магом и чародеем после представления шло веселье вокруг зажженной елки дедушка играл свой марш и ребята ходили и даже плясали помню что всех ребят как и у нас поили горячим сбитнем и чем-то угощали дедушка бывал очень весел и доволен он сам превращался в ребенка пел шутил возился играл свой марш каким светлым лучом бывал этот праздник в сиреньком домике для ребят горькой бедноты которые попадали на елку дедушки она им снилась целый год и блестела еще ярче чем та рождественская звезда которую клеил дедушка из которой они славили христа вот такой рассказ до свидания пусть новый год несет вам много радости и веселья ваш дом